всем здарова народ с вами бруда этом осколки на удаленке всем привет сегодня мы с вами катаем в прекрасную игру ascension ascension очень клёвая игра лично мне она очень понравилась в ней достаточно простое управление и интересная механика то есть разобраться достаточно просто и быстро но у нее есть определенная глубина и сейчас мы более подробно с вами рассмотрим начну я с того что расскажу правила этой игры что здесь вообще и как происходит ну и дальше мы с вами поиграем вообще для тех кто знает английский язык можно можно зайти в меню rulebook здесь есть очень подробная книга с правилами но как бы сами видите тут все на английском для тех кто знает английский очень рекомендую то есть можно почитать посмотреть тут все очень подробно расписано что есть что но в целом после моего видоса я думаю вы сможете спокойно в ней играть даже без этой книжки так что давайте сейчас попробуем с вами сыграть какую простую игру и я буду по ходу рассказывать правилам давайте create game создаем минимум звезд звезды это как бы цель нашей игры нам надо будет за наш раунд набрать 60 звезд давайте сыграем самый стандарт вот он самый первый самый простой стандартный тип игры это все разные аддоны которых как бы куча но начнем с простого все создаем одного компа поехали что мы имеем так вот выглядит наша прекрасная игра это карты на руках то есть это наша рука в текущий момент эти карты в центре это такой так называемый общий стол с которого можно эти карты брать еще не брать и покупать эти карты может покупать как наш оппонент так и мы сейчас буду рассказывать постепенно что есть что карты на руках это наша мана то есть вот как видите белые такие треугольнички это мана ее мы можем тратить на покупку карт и также здесь есть помимо белых треугольничков маны еще есть такие красные кружочки с мечом это наша атака попозже расскажу для чего она нужна для начала давайте поговорим про эти вот карты маны карты маны данном случае они все по единичке вот плюс один плюс один плюс один на эти карты маны я могу покупать карты в центре стола как это выглядит сейчас мы видим вот если посмотрим повнимательнее на карты на столе у каждой карты есть своя стоимость вот например 6 маны там 5 маны 4 маны вот эти вот красные карты это монстры то есть все красные карты это монстры которых можно убить у них стоимость например 5 мечей там 7 мечей вот тут жесткий такой демон 7 мечей для того чтобы его убить нам нужно здесь иметь 7 мечей в рамках одного хода у нас пока атаки нет вообще поэтому мы никого убить не можем но мы можем покупать карты почему покупать час рассказываю то есть мы делаем вот так вот ману чтобы использовать мы нажимаем просто на карту у нас 3 маны 4 маны 5 маны вот мы эту ману хотим использовать точнее мы ее уже использовали но еще пока не выбрали карты вот карты которые мы можем использовать который можем купить подсвечиваются в данном случае зеленым цветом вот можем купить пятерку там четверку и пятерку потому что эта карта стоит 6 мы ее купить не можем ну а монстров надо убивать а не покупать поэтому их тоже использовать не можем давайте посмотрим что за карта у нас есть допустим карта void thurster однажды вход один раз заход получите одну атаку first time you defeat a monster in the center row each turn gain звезду то есть каждый раз когда вы убиваете монстров центральном ряду получите звезду звезды у нас вот это общий пул звезд 60 как только мы будем получать звезды они будут из этого пула перетекать либо к нам вот как видите у меня ноль сейчас либо к нашему оппоненту у него тоже ноль ну это как бы наша цель набрать максимальное количество звезд то есть кто больше набрал тот и выиграл далее давайте рассмотрим какие-то но остальные карты допустим карта монах что она делает получите 2 маны you pay 1 less the next time you acquire констракты 100 вы платите на дума она меньше в следующий раз когда вы берете механизм когда вы покупаете механизм то есть если посмотрим на сами карты они тоже все разных цветов то есть вот синие карты там все фиолетовые карты коричневые карты и вот этот тип написан механа то есть это карты механики void карты бездны там вот еще карты механики ну enlightened и типы карт тоже есть там например герой есть вот он light and light and hero это карта героя есть например void hero там механа hero то есть карты героев для чего они нужны это как бы вот мы просто читаем что написано на карте и мы сможем использовать это свойство карты теперь давайте собственно к сути вот возьмем еще эту карту для большей информации расход получить одну ману you may spend it only to acquire механоконстракт расход получить одну ману вы можете использовать только на покупку механических конструкций но эта карта мне не очень нравится мне нравится вот эта карта то есть раз вход получить одну атаку и как только вы убиваете монстра в центральном ряду каждый ход получите звезду я ее хочу купить я ее покупаю таким образом просто на нее нажимаю и она падает вот сюда это мой сброс колода сброса пока что у меня ее нет я ее просто купил фишка в том что здесь колоды и карты ваши постоянно крутится то есть сначала мы должны потратить все карты которые находятся в нашей основной колоде как только они все выходят все карты пас пока они выходят они все падают в колоду сброса соответственно чем больше я карт покупаю из центрального ряда тем больше карт в моей гипотетической колоде будет и она будет постоянно крутиться то есть мне помимо маны дальше будут приходить те карты которые я купил и я уже буду их играть и тогда я буду их играть прямо с руки и мне не надо будет тратить ману то есть я уже их поскольку я их купил мне только осталось чтобы эта карта мне зашла и тогда я смогу использовать ее свойства по максимуму все на этом пока что мы потратили пять маны у нас маны ноль горит конец хода все мы заканчиваем ход вот приходит еще пять новых карт сейчас ходит наш оппонент вот эти карты мы пришли вот он решил купить механического товарища реактор монг все то сейчас мы смотрим вот наш сброс то есть все пять белых ман которые у нас были они все упали в сброс плюс наш войд first of которого мы купили все теперь следующие пять карт нам пришли что у нас есть у нас есть три белых маны и две красных можем сразу закинуть вот так вот три белых маны что мы можем купить на них мы можем купить вот этого товарища void hero получите две атаки юмой банишь и карты new hand or discard pile то есть эта карта дает во-первых две атаки во вторых я могу забанить карту либо в руке либо в своем сбросе то есть та карта которая мне вообще никогда больше не нужна я могу вообще забанить она улетит вот сюда void здесь он пока что пустой потому что никто карт пока что пока еще не банил и ненужные карты как бы мы будем банить и они тогда никогда к нам не придут так и еще вот есть такие интересные штучки вот в левом верхнем углу мы видим что здесь есть карта мистик heavy infantry и культист это карты которые мы можем использовать в любом случае если у нас хватает на них маны эти карты не меняются то есть грубо говоря если мы из центрального ряда ничего не можем делать но у нас есть ман или ничего не хотим делать но у нас есть мана мы можем или потратить три маны чтобы купить мистика который даст нам 2 маны либо мы можем потратить две маны и купить тяжелого рыцаря который нам даст две атаки или мы можем потратить две атаки на то чтобы убить культиста то есть культист тоже красный здесь это как бы враг и в награду мы получим одну звезду то Вот такие три опции. Либо там плюс две маны, либо плюс две атаки, либо плюс одна звезда. Но я хочу, в принципе, если я куплю за три мистика, тоже будет неплохо. Или я могу купить вот этого товарища. Получите две атаки. Но две атаки мне было бы неплохо, потому что нам надо монстров убивать. Поэтому давайте мы сделаем вот таким образом. Я покупаю вот этого товарища, вместо него сразу приходит новая карта. И вот у меня теперь осталось два милишника, которые дают мне плюс один атаки. Вот у меня сейчас атаки ноль, я их использую. Также вот атаки стало два. Из центрального ряда я никого убить не могу. Поэтому что мы делаем? Убиваем культиста за две атаки. Убиваем его, получим одну звезду. Вот сейчас у меня звезд ноль. Нажимаем на него. Все, получаем одну звезду. Из общего пула 59 карт осталось. Было 60. Все, одна звезда у меня. Все, конец хода. Все карты опять улетают в сброс. И вот, кстати, нам пришел наш Войд Ферстер, которого мы купили. Оппонент решает купить двух Heavy Infantry. То есть он планирует устроить какую-то мощную атаку. Ну ничего, сейчас мы с ним разберемся. Вот наш Войд Ферстер. Еще раз посмотрим, что он делает. Раз в ход, получите одну атаку. И первый раз, когда вы убиваете монстра, получаете одну звезду. Причем это действует каждый ход. In the center row each turn. То есть каждый ход я буду получать звезду, если буду убивать монстра в центральном ряду. Но я могу ее сразу использовать. Вот. То есть я ее использовал раз в ход, получите один атаки. То есть каждый раз я буду просто так получать один атаки. Эта карта, это конструкция. То есть конструкции, они остаются вот здесь. Они будут накапливаться, если я буду еще какие-то дополнительные конструкции выкладывать. И все их бонусы будут всегда действовать. Но я теперь буду знать, что мне надо убивать монстров, чтобы получать дополнительно одну звезду всегда. И я буду каждый ход получать одну атаку. Все. Поехали. То есть вот мы используем три маны. За три маны мы из центрального ряда тоже ничего не можем сделать. Так. Если я использую милиш, у меня будет две атаки. То есть в принципе я из центрального ряда вообще ничего не могу взять. У меня есть две атаки. Мы убиваем культиста еще раз. И за три маны мы можем купить либо мистика, либо... Heavy Infantry. Но три маны, как бы одна мана у нас тогда сгорит. Поэтому мы купим мистика и все. И на этом успокоимся. Конец хода. Вот нам пришел этот товарищ, которого мы купили. Я получу с помощью него две атаки. Плюс у меня есть... Вот, сразу же мне Войд Ферстер дал одну атаку. Как и положено, да? Раз в ход, получите одну атаку. При вот этом товарища я могу что-то забанить в руке или в дискард пайле. Но я пока ничего банить не хочу. Мы его используем. Вот он мне предлагает сразу же что-то забанить. В моем дискарде или в руке. Но я ничего не делаю. Еще одну милишника. Вот у нас есть четыре атаки. За четыре атаки мы можем убить вот этого вот товарища. Коррозив Видоу. И за убийство монстров мы получаем награду. Обычно награды это как бы самое ценное, что тут есть. Награда. Получите три звезды. Каждый оппонент должен уничтожить конструкцию под своим контролем. Ну, каждый оппонент, то есть не я, у меня есть конструкция, но это касается только моих оппонентов. Поэтому мы спокойно берем этого товарища и убиваем его за четыре атаки. Вот мы его убили. Получили сразу кучу звезд. Так, у нас осталось три маны. Мы можем вот так вот сделать. Play all. И вот подсвечены две карты на центральном ряду. И вот эти стандартные карты подсвечены. Потому что я их могу купить. Эта карта, значит, возьмите карту. Вы можете забанить карту в центральном ряду. Это я не хочу. Или Lifebound Hero. Получите одну ману. Возьмите карту. Вот это неплохо. То есть я получаю ману и беру карту еще вдобавок. И я могу ее сразу использовать. Вот что самое ценное. Все, конец хода. Вот у меня этот волк-шаман пришел. Сейчас мы посмотрим, как нам лучше сходить. Вот у нас есть одна атака. Но как бы... Поскольку этот вульф-шаман нам дает карту, мы ее сразу же используем и смотрим, что за карта придет. Приходит еще одна мана. С атакой у нас все плохо. Потому что у нас их как бы две всего. Ну ладно, мы можем пока что забросить их сюда в пул. У нас две атаки. И мы используем всю ману. У нас ее 6. Вот 6 маны уже дает более интересные штуки. Вот, например, вот эта карта. Enlightened Hero. Defeat a monster that has 6 or less without paying its cost. То есть уничтожьте монстра, у которого есть 6 или меньше. Без оплаты его стоимости. Просто супер. Я беру и монстра убиваю как бы ваншотом. Причем мы можем даже вот этого, наверное, убить. Но хотя он не очень как бы крутой. Потому что он стоит 7. Но unbanishable. То есть его нельзя банить. Его можно только убить. И в награду я получаю 4 звезды. И я могу получить или уничтожить любые карты. Любую карту в центральном ряду. А, ну я могу на халяву еще карту взять. Окей. Что мы еще можем сделать? Lifebound Construct. Вот еще одну конструкцию можем взять. Раз вход, получите одну ману. И когда вы играете Lifebound Hero, в каждый ход получите звезду. То есть когда вы играете зеленого героя, Lifebound, это вот как бы лайв, жизнь, там все дела. Вот зеленые карты. Когда вы играете такого героя, то есть когда будет карта Lifebound Hero. Вот здесь, например, Enlightened Hero, то когда мы играем Lifebound Hero, то мы будем получать одну звезду. И вот эта карта. Расход получить 1. Вы можете их использовать. Ну как бы это не очень. Мы уже видели эту карту. Можете использовать эту ману только на приобретение конструкции. Так себе. Мне нравится вот этот товарищ. Мы его берем обязательно. Чтобы убить какого-нибудь крутого монстра. Ну и 2 у нас осталось. Убиваем культиста. Заканчиваем ход. И вот у нас карт будет становиться больше, больше, больше. Потом какие-то ненужные карты мы сможем банить. Выкидывать их из своего цикла, из своих колод. Вот. Но здесь в принципе то же самое делаем. Получаем 2 атаки. Банить я пока ничего не хочу. У нас вот 4 атаки. За 4 атаки мы тоже никого не убиваем. Так. Вот эта карта. Она позволяет мне сбросить карту. Если я это делаю, то я беру 2 карты. Не очень мне пока что хочется что-то сбрасывать. Хотя иногда это было бы полезно. Что лучше. Давайте возьмем, ладно, вот эту вот даму. За четверку я могу убить 2 культистов. Окей, делаем таким образом. Берем вот эту даму. А, за четверку. Вот, кстати. Очень интересный момент. Вот эти карты лучше использовать в самом конце. Когда уже вам точно нечего делать, вы их используете. Потому что вот сейчас я взял карту и на ее место пришла карта, которую я могу убить. То есть, я потратил ману, но у меня еще было 4 атаки. И вот я потратил ману на ту карту, которую взял вот эту вот девчонку. И мне пришел товарищ, которого я могу убить. Я сразу же получаю звезду и беру карту в награду за его убийство. Мы, конечно же, это делаем. Вот, мы берем еще одну карту. Но, окей. Ну, кстати, она мне все равно помогла. То есть, вот я кладу еще одну ману. И я могу... У меня 2. Либо я могу вот такого механического товарища взять. Получите одну ману или одну атаку. Или за двойку купить хэви инфантри. Ну, наверное, я куплю все-таки вот этого дружка. Все. Конец хода. Хороший получился ход. Такой достаточно длинный, комбинированный. Ну, вот товарищ тут начал рубать тоже культистов. 4 на 9 пока у нас по звездам. Итак. Вот он, наш прекрасный товарищ, зашел. Убейте монстра 6 или меньше. Ну, вот мы можем убить вот этого червя какого-то земляного. Получите 5 звезд, возьмите 2 карты. Вообще кайф. Ну, мы делаем, соответственно, вот так. Убиваем. Получаем 5 звезд. И, кстати, сработала вот эта карта. Я получил 6 звезд. Потому что в первый раз, когда убиваете монстра в центральном ряду, получите 1 звезду. Вот. Потом здесь у нас получите 2. Вы можете забанить кого-то. Ну, и получим 2. Кого я хочу забанить? Никого. У меня атаки 5. Я могу еще вот этого убить. Получите 5 звезд. Если у оппонента есть больше, чем 1 конструкция, он должен их уничтожить все, кроме одной. Ну, по-моему, супер. То есть мы можем убить его. Давайте посмотрим, сколько у нас будет маны. У нас будет 5 маны. Мы можем из этих карточек что-нибудь выбрать. Ну, либо вместо этой карты тоже что-то крутое придет. Поэтому убиваем червя. Здесь приходит что? Возьмите 2 карты. Банишь карты in your hand. Ну, так себе. Механический герой. Получите 2. Получите 1 звезду за каждую фракцию среди конструкций. Вот это прикольная тема. У меня сейчас среди конструкций фракция void. Если у меня будут какие-то еще конструкции, то нам голем будет за каждую фракцию среди конструкций, которые я контролирую, будет давать звезду. Ну, это опять же 1 раз. То есть, я использую и все. Ну, вот это, кстати, неплохо. Эта карта мне дает 1 ману всегда. И дополнительно, если я смогу разыгрывать лайфбаунд хиру, я буду получать 1 звезду. Давайте ее, наверное, возьмем. Хорошая карта. Все по нулям. Конец хода. Оппонент тут тоже наваливает. Окей. Что мы имеем? Получите 1, возьмите карту. Выкиньте карту. Если делаете, возьмите 2 карты. Сейчас посмотрим. Давайте сначала шамана используем. Он мне дает ману. Пока что ничего интересного, да. У меня надо сбросить, наверное. То есть, если я возьму 1 милишника, 1 дополнительно, у меня будет 2. Я смогу хотя бы культиста убить. Давайте сделаем так. Используем эту девку. Сбросите карту. Сбросим единичку. Возьмите 2 карты. Вот нам пришло еще 2 разных карты. К сожалению, это все мана. Вот у нас атаки 3. За 3 атаки я тоже ничего не могу делать. Но зато мы можем сейчас купить какие-нибудь белые карты. У нас 4 маны. Это мне не очень нравится. Возьмите 2 карты. Забаньте карту в руке. Ну. Точнее, возьмите 2 карты. Ну, в принципе, не знаю. То есть, сейчас подумаем. Так, здесь единичку. Возьмите карту. Здесь получите 2. Забаньте карту в руке. Или все-таки голема взять. Голем, он как бы одноразовый. Пусть пока полежит. Так, а эта карта у него... Вот, можем смотреть, что тут есть у оппонента. Вы можете заплатить на 1 меньше в следующий раз, когда вы покупаете конструкцию. Он вообще может конструкцию купить. Я бы не хотел, чтобы он это делал. Ладно, давайте мы, значит, потратим наши 4 маны на... Вот эту карту. И за троечку бьем культиста. Все. Конец хода. Нам приходит опять наш замечательный товарищ. Но... Ну, кстати, сейчас может быть круто, если все получится. Так, все. Он ее не забрал. У меня приходит единичка. И с этой карты у меня будет 6 атаки. Я его убью. И еще получу звезду вот отсюда. Потому что я убью его первый раз за ход. А, нет. Вру. Вот здесь я как раз, да. Неправильно. Извиняюсь. То есть, эта карта и моя вот эта атака, они не стакаются. Все. То есть, то, что написано на карте, это только в рамках этой карты действует. И все. То есть, она мне дает в данный момент 6. И я могу только за 6 убить монстра. Потому что я именно эту карту как бы использую. Вот. Я надеялся, что они стакнутся. Но они не стакнутся. Нам приходится тогда убить. Или сейчас. Как нам лучше сделать-то? Наверное, можно было сделать чуть-чуть по-другому. То есть, не сразу ее использовать. А, использовать вот эти 4 карты сначала. Что-нибудь отсюда взять. Может быть, там более крутой монстр пришел. Ну, ладно. Тут мы немножко ошиблись. Окей. Зато для понимания. Вот как бы карты, дающие атаку. И атака, которая у вас уже есть. Они не стакаются. Ну, вот в данной ситуации. Так. Пришел механизм. Давайте сыграем опять все оставшиеся карты. Вот эта карта интересная. Раз вход. Когда вы покупаете любой другой механоконструкцию, вы можете сразу положить ее в игру. Вот так вот. Либо мы берем голема все-таки. Ладно, давайте возьмем вот эту конструкцию. Если голем долежит, то будет хорошо. Все. Конец хода. Пуле еще 29 звезд. Но вот пока что никого мы толком не можем убить. Слабых монстров не приходит. Только вот этот слон лежит за 7. Так. Что мы имеем сейчас? Возьмите две карты. Забаньте карту в руке. Возьмите один. Получите одну ману. Возьмите карту. Давай сразу шаманы используем. Так. Приходит девка. Выкиньте карту. Если вы делаете, возьмите две карты. Так. Возьмите две карты. Забаньте карту в руке. Вот кого я забаню? Единичку, может, забаню. Однажды вход. Получите один. Так. Ну, используем конструкцию. У меня два. Так. Выкиньте карту. Давайте попробуем вот так сделать. Мне сейчас много карт должно прийти. Возьмите две карты. Забаньте карту в руке. Ну, давай вот единичку я забаню. И теперь мы берем девку. Выкиньте карту. То есть, если я баню милишу, то у меня остается еще две маны. Маны будет четыре. Я могу купить голема тогда. Или если у меня остается маны три, то я могу купить либо мистика, либо хэви инфантри. И... Что-нибудь за единичку. Ну, что-то не очень такое. Лучше голема купить. Чтобы купить голем, мне нужно четыре. Значит, я баню атаку. Получаю еще две карты. А, ну вот. Значит, теперь плей-оу. Все, у меня одна мана на руках осталась. У меня есть шесть аж маны. Шесть маны. Две атаки. Раз вход получить один. Можете использовать ее только на конструкции. Но, кстати, вот эта карта. Можем ее купить. Давайте ее купим. Если голем да лежит, будет вообще круто. У нас есть одна мана. Давайте ее возьмем. И... В смысле, не ману возьмем, а карту возьмем. И убьем мистика опять. По традиции. Так. Вот нам пришел еще один. Механа конструкция пришла. Так, он берет дровку. Так, пошла какая-то грязь. Ну ладно, новую хоть обновил нам карты в центре. Вот, сразу я получил один и один. Теперь. Получите две атаки. Ну вот, кладем еще одну механу. И вот сейчас нам надо голема купить. Каким-то образом. Мы его не купим, кстати. У нас не хватит. Потому что у нас уже есть механическая конструкция. Лайфбаунд конструкция. И воид конструкция. Я бы получил еще три звезды сверху. Так. Ладно, получите две атаки. Банить я ничего не хочу. Я думаю, что у меня три атаки и три. Пять атаки и три маны. Кстати. Так. Можно попробовать кого-нибудь взять. И надеяться, что там будут какие-то хорошие монстры. А, ну кстати, я могу вот этого убить. Получите три звезды и три маны. Если я получу еще три маны, у меня будет шесть. И я смогу купить голема. Голема. Во как. По-моему, круто. Так. Получить три звезды и три маны. Да, берем так. Вот. Мне становится шесть. Я беру голема обязательно. Вместо него приходит демон слэйер. И получите один. Возьмите карту. Дискарты карт. Ну давайте вот так вот еще девчонку возьмем. Все. Вот это огонь. Мурамаса. Раз вход, получите три атаки. Вот это надо просто забирать срочно. Так. Ну он что-то какую-то ерундой занимается на самом деле. У него было семь маны. Ну понятно, это комп. Так. Тут просто прилетело сразу трое ко мне маны. Дискарта карт. Так. Ну кстати. Сейчас мы берем. Так. 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 Нам надо две маны набрать. Милиша у нас. Ну нам надо скидывать ее по-любому. Все. Он автоматически сбросился. Ага. One spirit turn when you acquire nano-mechan construct. We put it directly into play. Еще одну механу берем. Все. У меня уже тут четыре конструкции. Шесть маны. Что мы можем сделать за шесть маны. Атаки у меня один. Ну например, void hero. Получите три. Вульф шаман. Ну давай вот так вот. И получите один. Возьмите карту. Да. Нормальная тема получилась. Так. Он тут конструкции скупает. Тяжеловесов скупает. Так. По классике берем шамана. Получите один. Возьмите карту. Так. Возьмите две карты. Банишь карту в руке. Да. Вот так. Угу. Опять этот товарищ пришел. Мне надо, короче, для него место освободить на столе. Но я могу вот этот торминт убить. Ну что-то он какой-то не очень крутой. Гейн один. Давайте. Ничего не хочу банить. Ну ладно, давай забаним вот одну штучку. Единичку. Уже как бы не очень интересно. Когда единички приходят. Давай забаним карту в руке. А, точнее, банишь, банишь. Да. Так. У нас три маны. Четыре, пять. Получите два. Вы можете заплатить один. На один меньше. В следующий раз, когда покупаете конструкцию. Или получите два. Возьмите карту, если вы контролируете. Два и более механизма. Огонь. Ну давай возьмем. Так. Next time. То есть это тоже одноразовая вся тема. Возьмите карту, если вы контролируете. Да, давайте мы карту будем брать. Все. То есть у нас... Больше делать нечего особо. Убиваем тебя. Что же делать-то? Еще одна мана. У меня три маны. Я могу взять шамана. Давайте шамана. И за две атаки мы убиваем культиста. Такой вот получился ход. Интересный. Так. Он убивает монстра. И забирает все-таки меч. Или банит меч. Он забанил меч? Да, он забанил меч. Ну да. Если бы я купил меч, я бы просто тут рубил всех подряд. Демон слэйер. Получите три атаки. Выкиньте карту. Если я получу три атаки. Ну давайте. У меня будет четыре. Пять. Кого мы можем убить? Вот этого товарища. Получите две звезды. Вы можете забанить карту в центре. Или получите звезду и ману. Кстати. Да. В общем, вы поняли. Четыре маны. И... То есть я мог сейчас две карты взять. Да. Это я мискликнул. Не надо было так делать. Окей. Погнали. Значит. За пятерку мы... Получите две звезды. Вы можете забанить карту в центре. Так. А если мы убьем этого, у нас будет пять маны. За пять маны мы... Что мы можем сделать? Ну так себе. Не знаю. Можем... Давайте сделаем вот так. Забанить. Не хочу я ничего банить. И на четверку мы можем... Купить шамана. И... Вот эту штуку. И убить культиста. Пули осталось 11 звезд. И... Ну... Ну он выкладывал, конечно, карт. Так. Хорошо. Девчонка дает, значит, эти штуки. Ну, двойку я точно не хочу банить. Поэтому мы возьмем вот так. Скинем единичку. Возьмем две карты. Получите один. Возьмите карту. Так. Получите два. А, ну вот она, кстати, голем. Возьмите два. Берем. Ну, собственно, все. Все. Сделаем вот так. Делаем так. Теперь голем. Получите звезду за каждую фракцию среди конструкций. У меня их три. То есть я должен получить три звезды еще сейчас. Получить две атаки и три звезды. Вот, три звезды прилетело мне. Такс. У нас восемь атаки аж целых. И мэйк вайер. Дефит они карты на центр роу. Ну, как бы... Тут выбор-то небольшой. Берем вот этого товарища. Я могу сразу забрать еще одну карту. Или убить вот этого. Друга на... Друга на... Все. Ноль звезд. Пули. У меня четыре маны. За четыре маны мы можем... Гейм три. Ну, давай демон слэйера возьмем. Все. Конец хода. Сейчас он завершает ход. И на этом игра заканчивается. Восемьдесят пять на сорок девять. Итоговый счет. Тут дальше происходит определенным образом пересчет очков. И получается, что мы выиграли. Всех поздравляю. Так что вот такая вот была катка. Прикольно получилось. В следующих видео мы уже поиграем там с более сложными компами. Ну и там рано или поздно доберемся до сетевой игры. Так что надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, правила я разъяснил понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментах. Вот. Так что скоро увидимся в следующих видосах. С вас, как обычно, пальцы вверх. Колокольчики, лайкосы, репосты. Все молодцы. Все все знают. Всем респект. С вами был Бруда. Скоро увидимся. Всем пока.